Итак, у нас сегодня с вами шестое занятие. Мы чуть-чуть все-таки будем подниматься выше из того, где мы с вами находимся, в этой мутной воде. Там, конечно, хорошо, достойно, приятно, но очень затратно, потому что единственными управляющими инструментами, которые применяются в нашей восьмеролевочке, это страх и боль. Когда мы начинаем хотя бы чуть-чуть осмысливать, что происходит, хотя бы чуть-чуть научимся различать, кто о чем говорит, то тогда слово принимает для нас определенного качества значения, и уже можно понимать, о чем человек говорит, и что, в принципе, он будет дальше делать. Здесь нас преследует определенного качества успех. Мы с вами на эту тему разговаривали уже вот здесь. Это то, чем мы удовлетворяем или чем мы компенсируем свои неудачи и поражения, это все, что связано покушать, поспать, поесть и ни о чем поговорить. И здесь желание присутствует одно – лишь бы не пугали и лишь бы не причиняли боль. Здесь присутствует двойность материалистического мира плохо-хорошо, получится-не получится, надо-не надо, хочу-не хочу. Любая дуальность имеет место быть только восьмеролевке, в той дрессировочной базе, в которой мы достаточно долго находились. И, собственно говоря, не потому что мы плохие или хорошие, а просто приняли этот образ жизни и вынесли для себя какие-то неосознаваемые или роли, или действия, или вообще меня нет, я где-то потерялся. Желания. Желания здесь примитивные и доступные, и весь материальный мир – это то, что мы видим как факт. Есть магазин, где продают продукты, есть магазин, где продают машины, есть магазин, где продают мебель. Все желания материализованы кем-то, в том числе нами, и тогда получается, что я могу себе позволить это купить или не могу себе позволить это купить. Все очень просто, доступно и понятно. Значит, здесь одномоментно зарождаются как субъективное восприятие, ролевое состояние, как роль одна, как мне не дали, достаточно агрессивная эмоциональная система и очень быстро реализующая, потому что не могу терпеть, хочу сразу и сейчас. И есть объективная, такая объектовая система, что вот мне там нравится, красивый магазин, я бы хотела там что-то купить, это из расчета того, что находиться какой-то промежуток времени в этом магазине, и потом всем остальным рассказывать, что у меня есть доступ туда, и я могу позволить себе, неважно, за чей счет, но ходить в тот магазин и повышать сначала для себя, а потом и в лице других людей уровень собственной значимости. Если это все подвести, то у нас получается, что есть значимость, которую мы придаем, или человеку как субъекту, или ситуации, или системе, в которую нас влечет, где бы мы хотели оказаться. Есть понимание, о чем я разговариваю? И отсюда появляются определенного качества желания. Желания, они всегда практически бессознательные, их достаточно много, и нам крайне сложно с ними определиться. А вот намерение, которое или зажигает, или ничего не меняет, или подменяет, или запускает какие-то безответственные или ответственные действия на основании заявленной позиции, по этим действиям можно определить намерение, намерение можно уже сформировать из расчета, какое же желание его запустило. Так вот теперь самое главное, нужно запомнить, что желание — это всегда условие для формирования намерения. Если примитивно мы берем, то есть желание созидания, есть желание разрушения. Это две крайности, по которым сразу можно определить, что будет делать человек, и на каком этапе его можно или остановить, или отпустить, или вообще отойти в сторону, пока до стены не добежит, или еще там не позволить обманывать. Но желание у человека — это всегда трансформированная потребность, не полученная вот в этой системе ценностей, где мы так или иначе обретали опыт. Любая восьмеролевка — это набранная опытным путем пройденных или непровденных ситуаций людей, которые формируют нашу в принципе модель поведения. Намерение — это действие, которое очень легко можно определить логическим путем. Одно следует из другого или одно не следует из другого. Есть последовательность действий или нет последовательности действий. Так вот, еще раз, да? Когда желание возникает, это всегда эмоциональное состояние «хочу». Эмоциональное состояние подразумевает выбор определенного качества действия для реализации «делаю сам». Или это выбирается сценарий, когда кому-то на голову одевается. Или это выбирается решение абсолютной уверенности, что женщина такими делами не занимается, этим занимается только мужчина. Перекладывание меры ответственности. Или это делается выводы, что это очень затратно и мне это не нужно. Я сейчас говорю про наше с вами мышление. И я этого делать не буду. Или мы начинаем долгую-долгую, такую тягомотенную беседу, которая без конца перекручивается, и перещёлкивается система. Может так, а может так, а может не так, а может и так. И на самом деле это перекручивается именно способ, как ядро, познание или действие. Интригантка всегда будет сомневаться, а ты точно уверена в том, что это получится? Я вот что-то не уверена, как это будет. Ну да, давай посмотрим, давай поспрашиваем, давай завтра, хорошо, да. Человек, который не может терпеть и одна рабочая роль, он сразу побежал и пытается пробить ту или иную стену. Или человек, который смотрит на это всё со стороны, выстраивает определённого качества треугольник, который понимает, что да, на сегодняшний момент это актуально. Кто это будет делать? Я это буду делать самостоятельно. Значит, от начала роль должна пройти действие и получить результат. Или произойдёт какое-то объединение, значит, тогда должна быть заявленная позиция, прописанный, проговоренный, достаточно обоснованный сценарий. И совокупность действий приведёт к результату. Есть понимание? Значит, вот отсюда мы все выходим, взяв или роль, как субъективное восприятие мира, или объектовость, это ходячая беда под названием объект. Объект — это система внутреннего такого представления, очень-очень иллюзорного, в которой бы хотелось оказаться в качестве человека, которому всё падает, как манна небесная с неба. Есть понимание? Это разделённость, которая никогда не имеет точек соприкосновения. Почему личностные характеристики, когда мы пытаемся, имея желание, заявить какую-то позицию, выскакиваем из расчёта на работу или к друзьям, то степень вероятности, всегда стремящаяся к поражению, в большей степени для нас актуальна, нежели чем. Почему? Ну, ещё раз, чтобы вы понимали. В любой из этих систем, которые мы проходим, есть авторитет, держатель системы, и это гендерная роль, мужчина или женщина. Как только этот авторитарный товарищ не позволил вам проявиться личностным характеристикам, и не позволил что-то реализовать, и забил напрочь все начинания, все желания, все какие-то мечты, перспективы, сказал, что нет, у тебя это не получится, нет, ты будешь так, как я сказал, делать, нет, ты будешь то, нет, ты будешь то. И много-много раз нет полученное формирует или роль субъективную, достаточно агрессивную. Для чего? Да потому что уровень страха внутренний зашкаливает напрочь. И чтобы на меня не напали, эта роль нападает, или человек, играющий, отыгрывающий, эта роль нападает быстро и сразу на всех, чтобы никто не догадался, как на самом деле мне страшно. И это очевидно, видно. И если смотреть, что он будет делать, он будет делать очень быстро, он будет очень уверенно гнобить кого-то, и он всегда будет убежденно пересматривать ситуацию и всегда обесценивать все то, что сделал тот человек, который повелся на его непростые действия. Есть понимание? Когда мы переходим систему, и наши пингвины, которые все такие няшные, все такие фэнтези, все такие приятные, все такие достойные, ну ничего не хотящие делать, а согласились с тем, что убивание их собственного достоинства, эмоциональная бесконечная намотка, и именно рефлексия такая вот о том, что ну когда-то обязательно все мои страдания окупятся, порождает внутреннюю систему ценностей как образа жизни, в которой хотелось бы оказаться. И эта роль, эти системы, они никогда не соприкасаются, и всегда получается конфликт. Потому что человек без роли, желающий находиться вот в этой системе, он без конца приходит и пытается по своим только ведомым каким-то там принципам, по каким-то знакам, по каким-то маякам определиться, что вот эта система пустит его, и он там будет сидеть и ничего не делать. А другой приходит и говорит, ты неправда, я лучше всех, и если ты не принимаешь, что я лучше всех, я разрушу все, что у тебя есть. Есть понимание? И вот отсюда, с этой восьмеролевки, с этих опытным путем, набранных таким колоссальным усилием, набранных знаний и навыков, таких искореженных человек, пытается через мышление все-таки выйти на какие-то результаты, пойти в какие-то системы, попытаться разобраться с этими устройствами, как они устроены, найти для себя более или менее вариант удобства. И самое главное, как-то это для себя измерить. Самая примитивная форма измерения — это деньги. Мы очень быстро на это соглашаемся, и на деньги, как правило, соглашаются люди-орлы, которые говорят, да я справлюсь, вижу цель, не вижу препятствий, я взлетел, уж как сбили, не сбили, другая история. Но там я всем докажу, всех покорю, и ничего с этого другого не будет, только так и не иначе. Товарищи, спасибо за просмотр! Спасибо! Продолжение следует...